Друзья, не знаю, как вам передать, как мне сложно двигаться в этих погодных условиях. Тут и без них, я вам скажу, непросто. А с этой погодой вдвойне сложно. Ну ничего, едем потихоньку. Уже Ленинградская площадь. Уже недалеко, сейчас потихоньку доползем. Так, Витек пошел по беспределу. У меня была мысль, я иногда, когда очень большие пробки, езжу по этим рельсам, чтобы резануть. Только я об этом подумал, Витя это сделал. Сейчас поедем за ним. Мы сегодня вместо трамвая. Цвет похож, в принципе. Желтый с красным. Так, а тянучка и пробочка здесь из-за вот этой лужи, я думаю. Очкует человек на Мерседесе. Как-то он так нежно очень едет, сейчас мы спрыгнем. В общем, вот такая жесть у нас творится. Смотрите, пробка на встречу какая. И это суббота, это не час пик рабочего дня. Куда они все едут? Ну, мы понятно, куда. Ну, шучу, конечно, у всех какие-то. Особенно, когда два месяца никто толком не работал. Люди куда-то едут, в гости, наверное, или на работу. Так, интересная картина открывается, я вам скажу. Блин, и справа. Справа можно уйти, а там отбойник. Вот это мы встряли. Там, наверное, лужа просто. Хотя, может, и не сильно встряли. Вроде дальше не стоят или стоят непонятно до конца. Да, лужа просто большая. В общем, я представляю, что там сейчас на Петровке, наверное. Там у нас есть такие низкие места. Вот такой у нас сегодня Киев. Вот такой оффроуд начинается. У нас прямо посреди Киева. Сейчас будем обгонять. Что-то они охреневают, когда они видят меня обгоняющего их. Пойдем, пока камеру переключиться надо. Быстро включил третью. Посмотрите на встречу, что творится. Гавриловский курчата. Вот по третьей полосе. Ого, навстречу. Да. Это мы тут еще нормально едем. Совсем недалеко уже. Подруливание еще раз показываю. Вот, чтобы мне ехать прямо, приходится вот так все время крутить. Крутить, ага, тут еще мост чинят. Все время крутить рулем. Может кто-то, у кого-то есть специалисты по гидравлике, я имею в виду по гидравлическому рулевому конкретно. Ну, я знаю, что можно с Америки купить комплект за... Ну, там, может, чуть дешевле. Ну, когда-то он 2000 долларов стоил, может, там, за полторы. Но немножко бюджет не позволяет нынешней ситуации. И там курсовая устойчивость. У нас котлета есть. Посмотрите, пробка до сих пор. Котлета есть, хищник называется. Там у Володи такая стоит рулевая. Он 120 едет просто на гидравлике без проблем. На 44-х колесах, на 40-х колесах без разницы. Так. Не, ну, пробка какая-то грандиозная, как для субботы. Я, честно говоря, давно не помню в этом месте такого. Просто жесть. Так. Перед Троещенским рынком вот такая пробка. Четыре ряда. Там вроде лужи быть не должно. Может, может, еще что-то мешает. Так, друзья, причина пробки ясна. Причина пробки ясна. Вот она и причина. Видите, из-за чего из-за чего тут все столпотворение. Ну, это нам как раз то, что надо. Это Киев. Это не Венеция, друзья. Это Киев. Тут нормально. Так, куда поехал Витя? Вот в чем вопрос. Нам бы надо бы прямо, ну, по маршруту налево. Смотрите, как классно вообще ракета. Машина Апокалипсиса вовремя выехала, я вам скажу. Так, куда же он поехал? Ну, давайте попробуем налево. Так, как и планировали. Сейчас позвоню ему. Да, немножко. Витя рвется в бой. Машина серьезная. Хочет быстрее в оффроуд. Там у нас та танковая рядом. Мы так долго не едем. Ну, ничего. Зато покажем вам Киев. Смотрите, какие лужи шикарные. Как работает канализация. Что-то у них зелененькие. Покажем, какая у нас тут Венеция. Смотрите, как классно мы едем. Главное, чтобы дворник не сломался. Просто огонь. Помыли УАЗ. Он таким чистым, наверное, не был давно уже очень. Так, продолжение нашей Венеции. Смотрите, что сейчас будет. Это бомба вообще. Это Киев. Это не Венеция. Не знаю, снимает Витя меня снаружи или нет. Вот он. Зашелся. Сейчас уже мы тут почти до Бездора доехали. Сейчас едем на Бездор и поедем по маршруту все-таки, как все. Хотел вам... Выключил камеру. Потом перевел взгляд вниз. Смотрите, что в салоне. Веник намок. Тут у нас улица. Тут Хонда Пилот. Ну все, километр два. И мы в Афроуде. Вторая. Блин, неудобно. Да, полоса для общественного. Да, самое сложное в такую погоду это перестроение, так как все забрызгано водой. из-за этого плохо видно. Еще калия на асфальте. Быстрее бы Афроуд уже. Дискомфорт. Этот на асфальте очень надоел. Ну, местами классно, конечно, там, где водичка. Так, нам надо вправо где-то тут на разворот. Так, тут традиционная пробочка на московский мост. Так, он там сейчас называется как-то по-другому. Называют его все так, как и назывались. Так, где-то вправо-вправо-вправо. Тут какие-то у нас апокалипсисы такие по по рабочим дням. Какие-то люди рассказывают с Троещины на Борщевовку и обратно Валера писал пять часов. Саня пишет с Куреневки Троещина четыре часа. В общем, это в рабочий день. Это просто жесть. Да, вон уже наш правый поворот вижу. Нам вот нужно сюда вниз но тут отбойник. Там можно было блин, можно было здесь мимо отбойника. Там непонятно какой спуск был. В общем, сейчас съедем на бездор. Так, наша доблестная полиция не остановила нас. посмотрела и стоит под мостом, чтобы не мокнуть. Ну все, я честно говоря забыл, что это выезд туда, куда нам надо. Так что мы уже на нашем классическом маршруте. Так, давайте объедем, наверное, чтобы сейчас не экспериментировать с карданами, с карданами, мостами. Не потому, что боимся поломать, просто хочется доехать до банды без поломок, а там уже будем рубиться. Ну как вам эта жесть? Это вообще просто... просто жесть, короче, будет сейчас. Там уже... Там она уже и началась, в принципе. База рядом, я думаю, ребята, может, уже поехали за карданом сломанным. Ну сейчас мы все узнаем. Черт, это объезд какой-то длинный, надо было ехать по маршруту. Теперь стыдно, блин. Куда я еду, хрен его знает. Вообще, куда-то не туда. Ладно, вот вправо есть дорога. Должно быть хорошо. Да. Денек то, что доктор прописал. Блин, ну сейчас бы прекратился этот дождь, гадкий. Нет, дождь хороший. И было бы полная бомба. Так, ну это мы по лайту, по лайту, по лайту. Объезжаем. Тут понакапывали, пораскапывали. Я вам расскажу. Тут объезжают вот эту троещинскую пробку бешеную. Объезжают по бездору люди. Причем массово объезжали. Из-за этого тут выкопали выкопали рвы, чтобы не ездили. Виктор тут первый раз. Я думаю, ему понравятся. Тут места зачетные, а в такую погоду вдвойне. Да, вот здесь сделали рвы. Мы их немножко раскатали. Тут залупазм тестировали первые. Да, уже они, видите, раскатанные. Были рвы хорошие. Вон тут только песок по бокам остался. Там дальше может еще есть. И уже недалеко то место, где Миша сломал кардан. Сейчас мы не знаю, где они сейчас. Я знаю, где они. Если не в этом месте, то в следующем болоте, в котором день квадроциклиста был. Кто не смотрел, рекомендую всем. Посмотрите, день квадроциклиста. Это поиск на канале просто вводите. Видите, какая погода. Просто повезло очень сильно нам. Не устаю повторять. Я просто на первой повышенной еду. Ну вот остались тут ямы. Видите, вот следы наших бойцов уже. Канавы тут позакапывали их чуть-чуть. Хорошие места. Как сказал бы один парень Скорпат. Простой логичный маршрут. И он мне нравится. до мая мая еще на моей памяти не было я думаю на памяти тех кто постарше тоже просто 12 13 градусов и весь май не было тепла еще то есть в это время вот тут пляж слева мы проезжаем учат тут в это время люди плавках загорают так вижу вижу свет в конце туннеля какие-то машины думаю это наши он классно на этой машине ехать температура норма легко уверенно пару косяков устранить да вот они вот они вот тут на залу павлу тестировали миша бодя дрифтил здесь как раз мы их догнали видите они едут дальше я думал они уже уехали они еще здесь были ускоряемся были на 1 немножко высокие обороты не критично температура держится так что у нас тут восьмидесятку вижу на 63 правильно мы поехали все видите догнали как раз красиво вышло у не мог возглавляет колонну да сегодня ага 63 едет на веревочке за у не могом за у не могом на веревочке ну это не страшно сейчас куда-то доедем бородач возглавляет колонну еханы бабай вот он бородач в общем класс вот такой мне куда-то бородач его тащит не знаю может на базу рацию я не взял сейчас позвоню олегу спрошу куда мы едем судя по всему куда-то куда-то да на асфальт едем наверно и